Всем привет, guys! Сегодня я вам расскажу, как приходит собеседование на английском. Дам вам 5 популярных вопросов, которые задают на интервью в Лондоне. А также покажу пример, о как можно ответить. Вы, конечно, на канале онлайн-школы английского языка. My name is Bradley. Let's do it! В некоторых английскоязычных столицах вы можете рассчитывать на большую зарплату за выполнение той же работы. Например, в метро в Санкт-Петербурге водитель зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. Водитель с такой же квалификацией на лондонском метро может зарабатывать около 500 тысяч рублей каждый месяц. Guys, I'm not kidding. Что? Вы можете думать, отлично, я приду в Лондон и стану водителем метро. Однако, помимо вызовых вопросов, есть много других трудностей. Хотя в Лондоне много рабочих мест, рынок очень конкурентный. Поэтому ваш английский должен быть готов к некоторым небоим распространениям вопросов, которые задают как британские, так и американские работатели. Ох, серьезно, ребята, я не знаю, как произнести это слово. В распространении... распространении... Если честно, я чувствую, что могу поговорить на эту тему с комфортом. До того, как я стал учителем английского языка, я работал как рейлертом в центре Лондона. Вы знаете, как агент недвижимости. Мне нужно было пройти три отдельных совеседования на эту вакансию. Поскольку на одну вакансию претендовало более 30 человек. Моя токушая работа также требовала совеседования по скайпу. Так смешно. Для них вам не нужно носить руки, и это здорово, да? Это как сейчас, когда я записываю это видео. Are you joking? Who knows? Руки? Или нет? That's pretty awkward, right? Вы, кстати, лично можете попробовать устроить себе собеседование на английском языке. Для этого вам даже резвей не нужно отправлять в разные English companies. Просто пройдите по ссылке в описании и попробуйте первый бесплатный урок с преподавателем английского языка. И помните, что это по скайпу. Поэтому вам не нужно носить руки. Там вы будете говорить, и говорить, и говорить, что поможет вам общаться свободнее. А еще можно сразу представить себя на собеседовании и подвечать на вопросе, о котором я сегодня вам расскажу. Это удобно, ведь это не настоящее собеседование. Но преподаватель поможет вам сделать свою греш увереннее для наслеживания. Привет! Первый урок бесплатный. А при покупке пакета обучения два урока по подару, чтобы лучше готовиться к интервью. Региструйтесь по ссылке в описании. Продолжи! Пока я учился в университете, у меня было три разные работы, каждая из которых требовала собеседования. Я работал в баре как репетитор английского языка и также как проговорщик по рынке летом. Я стал очень хорошо предсказывать, какие вопросы мне задают. Поэтому я здесь, чтобы поделиться своими секретами. Для этого, по-моему, это всегда хорошо запомнить ответ. Вероятно, это будет первое, о чем вы будете говорить. Поэтому хорошая грамматика произведет хорошие первые впечатления. И помните, ребята, не говорите слишком много о вещах, которые уже есть в вашем брезуме. Например. Работатели хотят услышать о вас как о личности, а не только о том, что вы имеете как специалистов. Вот почему иногда хорошо говорят о своей семье и о своем входновении. Каждый работодатель хочет знать, почему вы заинтересованы. Вы должны исследовать компанию и попытаться рассказать о них здесь. Вы должны сказать, почему вы хотите работать в этой компании. Помните, ребята, что особенно в Лондоне, компании в конкурентнее друг с другом. Вы должны проявить лоялность на моем теле. For instance. I knew that I wanted to work within this field for a long time. And so I have spent a long time learning about the different companies that work within this field. I selected this one, because in my opinion, it is the best. Let's move on to number three. What are your biggest weaknesses? So people often ask me, Kenny, what are your weaknesses? Do you have any? Это также невероятное распространение. Каждый работодатель знает, что вы не бог и у вас есть слабости. Признание слабости может быть признаками силы. Тем не менее, важно всегда использовать этот вопрос, чтобы показывать, как вы работаете, чтобы исправить свою слабость. Этот совет на самом деле дал мне мой отец. Например, сказать, что вы ленивый недостаточно хорошо. Вы должны сказать, что работаете над улучшением этой слабости. For example, well, look, I need to be honest with you. I don't have much experience in this sector. However, that is exactly why I want to work in this company, so that I can learn and attain experience. Для меня, к примеру, подходите такой вариант. There is one big weakness that I have been working on for a while. And that is my Russian language. Every day I work hard, so that one day I can become fluent in the language. Помните, ребята, you need to turn your weakness into a strength. Okay, let's move to number four. How would your friends describe you? How would you describe me? Это то, что особенно волнует британцев. Насколько хорошо вы будете работать в команде. Вы должны продемонстрировать, что вы социальный человек. И у вас много друзей, которых вы поддерживаете. Для этого ответа лучше всего привести недавний пример того, что вы сделали для своего друга. И, конечно, как они отреагировали. К примеру, I remember this one time, where my friend Joe was really upset about a girl that had just broke his heart. I immediately cancelled my plans, called him up, and invited him to the pub. After a few hours, he felt much better. I feel that because of this, many of my friends would describe me as caring and well-natured. So let's move on to number five. What's your biggest professional achievement? Greatest achievement! Конечно, это то, что вы должны запомнить. Так как ваше прошлое никогда не изменится. Когда мы используем прелогеративный профессион, это означает, что вы должны говорить о достижении в работе. Например, крупную сделку, которую вам удалось получить. Или период экономических трудностей, где вы очень много работали. Например, если вы молоды и у вас еще нет профессиональных достижений, просто спросите их, можете ли вы рассказать о достижениях в жизни. Например, Итак, теперь поговорим о смирении. Конечно, культуры варюруются в зависимости от того, какие характеристики они ценят. А в западной культуре, особенно в велогопрадании, смирение обычно стоит на вершине. Не важно, сколько у вас опыта, сколько у вас квалификации, вы должны быть скромными. Это также важно задавать вопросы интервьюеров. Вопросы о компании всегда хорошие. И если вы чувствуете себя уверенно в интервью, вы можете задавать вопросы о работе в людях, с которыми вы будете работать, или о офисе, и где это находится, например. Лучше сохранить эти вопросы до конца. И помните, ребята, что you need to stay humble. So that's why these questions go to the end. So if you don't mind me asking, what is the working environment like? Could I maybe take a look? What is your most memorable experience of working here? What do you think is the hardest part about working here? What do you think is the best part about working here? Наконец, независимо от того, насколько серьезно Роу, постарайтесь быть веселым. Запомните что-нибудь смешное, что случилось с вами в прошлом, и попробуйте добавить это в свою речь. Можно напрячаться. А шутка или идея заставит вас чувствовать себя намного лучше. Хорошо то, что британцы и русские люди имеют одинаковый юмор, по-моему. Поэтому ничего страшного. Если у вас есть шутка, наверное, будет смешно. На сегодня это все, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. И вы взяли на заметку себе некоторые фразы и слова. Я напомню, что вы можете пропаговать в собеседовании на английском с преподавателем в EnglishDom. Там одни на один вы сможете улучшать свои навыки речи. В основном там вы будете говорить. Ставьте лайки и пишите в комментарии. Какие еще темы по поводу работы на английском вас интересуют? И я обязательно их разберу. See you in the next video, guys.